Девушки отдыхают Нас просматривает пират И мы, кстати говоря, где-то тут с тобой А мы где? Вернитесь в порт Хорошо, я не против вернуться в порт Мы с тобой, да? Ты помнишь, на чем закончили? На том, что мы трюм забили досками своими И мы плывем назад вот сюда Видимо, да, мы плывем Принжит береговое братство Подождите А я если туда поплыву назад Как бы мне нормально будет? Или мне куда плыть? Или мне обязательно плыть туда? Я, кстати, в Лос-Эт Мог бы сплавать лучше, да? Поплыли сюда Ладно, мы здесь с тобой ошиваемся Пойдем Ферма, кстати говоря, я думал Купить, ребят, ресурсы Ну, то есть еще одну Это у меня вот дерево перерабатывающее Дерево перерабатывающее, да, вот есть Инфраструктура Я думал купить еще Одну Инфраструктуру Если мне позволит игра Вот, если мне позволит игра 22 узла, кстати, мы идем Вот, если позволит игра Я бы еще одну купил На самом деле Инфраструктуру какую-нибудь Тут рыбешка есть Вот Торгаш Тут давайте вот здесь Сейчас соберем эту хрень Вот И хотел бы, да, купить Купить еще одну Чтобы торговать Не знаю, игра Что-то меня как-то зацепила Знаете, она Она спокойная игра А что, опасность? Экипаж был Оставлен и погиб В смысле оставлен? Я никого не оставлял У меня перебор с экипажем Смола 9 Вот А в чем минус игры? Вот в чем я уже говорил Конечно, это плюс Плюс и минус В чем есть плюс и минус Игры в том, что Пират, кстати Можно забрать В чем плюс и минус Заключается игра в том, что Если То есть в портах То есть у нас ресурсы Все вот в одном порту Да, как я говорил Вот в этом порту У меня есть ресурсы А в этом порту Если я поплыву туда делать Что-то Тут нет, видите, ресурсов Тут склад у меня пустой Вот Тут у меня склад пустой, ребят Блин, не потопил Вот ядрами я обычными долбанул Так, он там бочки, что ли, скинул? Все, давай, пошел сюда Вот это бочки, да, как я понимаю Они взорвутся, да? Так Там вот какие-то большие Регаты плавают Опыт Мне дали опыт, ребят Так, это мы все Китрим наборы Забираем все Вот это что у нас? Да, я не доплыву Сегодня, наверное, да До этого Орудия бою Это бочки или что? Это вот это вот снизу у меня Тут это Если я на них наплыву У меня ничего не будет? Да, конечно, ничего не будет Деревянные заплатки делаем Это кто? Это пират Иди в жопу, пират Я не хочу с тобой воевать Пошел в жопу Он не нападает, кстати, на меня Хотя я могу тоже на него напасть Но он на меня не нападает Поплыли, поплыли, поплыли Домой Поплобуем доплыть домой Отдать паржак Так Так, сейчас залатаем Немножечко дыры, ребят Блин, это кто такие? 1200 Кто-то тонет там Тут баталии просто Да, это NPC-шники плавают, ребят Но здесь баталии охренели Мне страшно Так, мы сейчас все дерево нахрен прострем Все, плывем, короче, по прямой Насрать, ладно, поплыли Поплыли по прямой У нас там что по сытости? Уровень сытости 50 Мне не нравится то, что уровень сытости у нас 50 Надо его поднять А ромом можно поднять уровень сытости? Покормить экипаж Ладно, покормили весь экипаж Все нормально Покормили экипаж ромом, ребят Ромом покормил экипаж Молодец, красавчик Ой, плывем Назад Вот И Это что, это там тоже, да, какие-то эти Ребят, которым можно что-то продать Блин, дерево Сюда мы сейчас сложим Задача в том, что мы плывем дерево сложить Сейчас возьмем задание Товары Товары, кстати говоря, пиво у нас Можно найти на северных регионах Кстати, у нас 57 пива Где можно найти пиво, набирающее популярность алкоголя напиток Но ему еще далеко до привычного морякам рома В пивове, но Используется товар Не используются в крафте Их можно продать в портам Подождите, а Как-то не используется Да, а кожа тоже? А, товары не используются в крафтах Их можно продать Продавать А, товары это то, что не нужно А ресурсы это то, что нужно Я понял То есть товары можно А, свежую рыбу, кстати говоря, испортили Две штуки Я выкинул не свежую рыбу Кстати, можно Покормить экипаж Все, я покормил экипаж Рыбкой Это пират Да, у пиратов эти горят сверху Я понял Так, а что мне делать? Куда мне тут путь? Я приплыл, вроде нет Подождите, а где порт-то? А, порт с той стороны Блин, зашибись Я поплыл по самой дальней траектории Да, потому что там пират Это кто? Это игрок Это игрок С красным этим С красным ником Это игрок А здесь заплыть нельзя Нигде Ё-моё Я как поплыл-то Санта-Марта Мне туда надо Продать, купить можно Матросов нанять Все паруса Непонятно Так Я серию, ребят, не засек Представляете, какая беда Это кто? Это что? Это что такое? А ты как там ходишь? Алло Это Бак Как-то он там По земле-то ходит Непонятно Ну как-то ходит Супер-корабль Супер-корабль Как-то хватит Ну, видимо, багулька какая-то С этим связана Вот Так, у нас что? Получается, у нас есть навыки Которые, я как-то, говоря Не вкачу А навыки бы надо вкачивать Рыба Рыбацкая деревня Где порт-то, мать его, за ногу Вот здесь вот Я доплыл Я доплыл Блин, а мне придется Чтобы корабль, ребят, скрафтить Следующие марки А мне придется плыть Аж в другой город То есть все перевозить в другой город Ну, мы пока здесь все складываем Мы пока складываем все здесь Да, входим в порт Хорошо Так, все, мы сделали, кстати Да Береговое братство Сниме Так, в огне плейс Моя шляпа Хороший бой Не помню Так, я офицер Теры-пыры Что нужно Построить новый корабль На верфи Недостающий ресурс Можно купить в торговом доме Или найти в море Купить или изготовить пушку Мастерской Так я сделал Построить новый корабль На верфи Недостающий ресурс Ресурс Можно купить Ну, нормально Мне сказали Построю новый корабль Просто Смотрите Есть Есть корабли Так Показать доступно в этом порту Так они вот это вот доступно Да А В этом порту доступны только эти Вот так вот отключим Короче, есть корабли Получается у нас Как я уже говорил в той серии Быстроходные Быстроходные Да, у них прочность есть Маневренность Трюм хороший Есть Линейные То есть боевые корабли Да То есть есть Быстроходные Линейка Да, вот как раз идет Быстроходных Есть боевые корабли Есть торговые Парусный фрегат Российской империи Кстати говоря Фрегат У них трюмы Хорошие У них хорошие трюмы Ребят Скорость 18 узлов А у этого Допустим 21 Вот и есть корабли Тяжелые Только я не знаю Зачем эти тяжелые корабли Прогресс опыт Играя на корабле Этого класса Вы получаете опыт Который будет направлен На исследование Когда исследование завершится Вы сможете построить корабль А опыт будет направиться Уже на следующий корабль Ко мне надо Переапать Апать Переапать Что ли Подожди Чтобы мне допустим Вот этот корабль сделать Мне что нужно Мне чтобы допустим Вот эти вот боевые корабли Доделать Мне что нужно Получается Кстати, у боевого Больше и прочность 2, 2, 8 Я думаю, на боевые, ребят Перейти корабли То есть мне, чтобы Вот на этом корабле плавать 100% фоп Идет ветку Чтобы вот этот корабль сделать, мне нужен этот Боевая марка, ценность 200 Не выпадает при потоплении Она передается при абордаже Балки Переработка Ага, нужна смола Нужен камень Железо, железо Парусина, короче, крафт-перекрафт, ребят Но я быстроходное, наверное, не хотел бы делать Я бы хотел именно перейти на Боевые корабли У нас, так и говоря, все для этого есть А почему я не мог построить? А, подождите У нас нету ткани, да? Ткани нам надо чуть-чуть А я ткань-то могу? Подождите, во-первых, трюм А как быстро как-то можно? Через шифт? Через Антиквариат Антиквариат Сюда Антиквариат, наверное А, нет, антиквариат Вот этот товар можно продать Снасти Так, снасти пускай, ладно, будут Вес 5 Ром Обломки Обломки тоже сюда Так, подождите Так, это у нас есть А, что я хотел? Что я хотел? Что я хотел? Я хотел вверх, да? Я хотел вот это Я хотел на боевые корабли выйти, ребят Я хотел боевые корабли 7-го ранга Потом На боевые Да На боевые А вот опыт-то Что он значит? Опыт Подождите Опыт Я вот немножко не понимаю Допустим, вот этот могу Корабли что в ранг Не строится в этом порту Я, допустим, вот такой вот корабль Могу сразу тут сделать? Мне нужно потому, что получается А, мне сразу железо нужно До хрена Такой вот корабль боевой Мне все равно надо будет Да Мне все равно надо будет Железо И балки 11 балок надо Нам все равно еще дерево До хрена, ребят Надо, чтобы балки даже Я, по сути, сейчас корабль Все равно не смогу скрафтить Нам нужны Нужна древесина Нам нужно железо Да Нам нужно древесина Нам нужно железо хотя железо у меня вроде как получается есть 420 до на сколько там 420 там 700 на хочу я вот этот боевой корабль по боевой ветке хочу пойти ребят хотя кораблей здесь можно разных иметь я как понимаю отслеживать чем древесина 974 720 железо древесина есть менять древесина 900 надо 700 железо надо 400 на 200 так ткани да не хватает 3 допустим ткани 3 нам надо только 3 можно можно только три ткани купить на склад да все ткань у меня есть типа вот ну скрафтить я его не могу в данный момент почему потому что я не знаю почему а я могу его теперь скрафтить давайте мы перекрафтим да вот на этот корабль потому что мне кажется вот это я вот скрафтить не смогу потому что типа не хватает опыта но чисто ради интереса ребят давайте что мы сделаем блин я хочу посмотреть мне то есть нужно прокачивать вот это вот 0 из 800 у меня там или или чё потому что балки хрена балки так мастерская балки балки а балки я там не могу да сделать дождите папа 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 крафт перекрафт мой любимый крафт перекрафт хочу я не могу 9 доски я могу нет мастерской а мне мастерская тут что нужно у меня нет мастерской бешок перекрафчивать нужно здесь мастерская а чтобы мастерскую сделать что нужно что-то нужно сделать кстати переплавить антиквар могу я могу переплавить антиквар у меня минус 20 угля уйдет зато прибавится медь плюс 14 26 меди приблизительно прибавится это хорошо медь прибавится на антиквар можно будет переделать уголь уголь я могу из обломков на сделать до уголь из обломков мы еще делаем 26 углям обломки крафт перекрафт у нас пошел так расходным приметом на корабле интерфейсе триума так снасти хренасти сейчас я соображу чем не чем не надо чтобы я хотел я бы хотел новый корабль да да скрафтить и сразу наверное выйти на бываю но я бы хотел посмотреть можно могу ли я лас ламандр вот этот скрафтить ребят в другом сразу месте даже если я его сразу смогу скрафтить так переработки железной руды с рудника железной руды с рудника кстати у меня железной руды нету да и рудника вот угольная шахта ферма производство смолы лесопилка железный рудник здесь это опасное место кстати вот здесь можно было бы железный рудник себе сделать ну здесь в опасной воду уровня 2 я не знаю я туда смогу вообще зайти или нет в мелководье ранги 6 7 нельзя войти сми с мирными флагами бухту флебустиеров это пиратская бухта опасная вода уровня 3 опасные воды так там лесопилка у нас делается да так лес делается блин туплю чё-то руда можно кстати по островам можно поплавать рыбацкая деревня вся вся фигня я бы хотел на самом деле себе бы сделать ребят этот железный рудник ладно поплыли выйти в море а куда выйти в море мне надо было бы это войти в порт пойти в порт трюм у нас ядра есть немножечко переместить 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 мурашки корабль дам замедлить так и чё дорогие ядра дорогие ядра с зарядом с зарядом порошка белого бенгальского огня нескольким кораблям сразу давайте пока здесь отложим их суда какие-то дорогие элитные деревянные заплатки деревянные заплатки мне можно немножечко деревянных заплаток 25 штучек да спасибо так чисто чтобы там заплатки держать так хорошо мы это сделать что в магазине это тут за донатик да можно дизайну к украшения но это украшение чисто это украшение всяких бобенок можно голеньких подписки всякие три дня премиума а у меня кстати а вот мой премиум то премиум до 20 0 5 ребят что он дает премиум плюс 40 процентов опыта и добыча а также бонусы за бой на арене и задания плюс 40 процентов скорость перезарядки третьего расходного предмета доступна свободная камера f5 доступна свободная камера корабль я хотел сплавать хотел сплавать сюда ребят главный этот сюда и посмотреть корабль насчет крафта корабля так торговля подождите торговая компания ром да кажется разговор сдался на карте появилась отметка отметки на карте узнать еще вернуться так это торговая компания я какие-то отметки на карте взял что это за отметки доставить животные доставить 57 животных в порт борт радаль залог за груз 900 золота награда 1000 золота без учета бонусов 300 свитки бухта сан марта вес груза при растрате товара награда снижается залог за груз 900 золота так и что сбора был от блоков отправитесь в эту точку сбора чтобы знать подробно получить задание алтарь какой-то алтарь подождите а вот это вот допустим доставить животных ну хорошо я не против а животные где мне их как надо загрузить или чё отметки задания появились на карте мир их можно посмотреть заранее выбрать те которые от которым отправиться отметки пропадают со временем а как мне мне надо своих животных где-то закупить или чё нажмите alt левый alt чтобы отказаться дождя мне может сюда надо поплыли поплыли по заданиям поплыли учиться надо все много всего интересного много всего ребят интересного игрушка простая до безумия в основном торговля ребят да ну тут будут конечно будет это какого чё будет так откуда пиратик пиратику и дальше будет но не будет и в общем да я бы можешь кораблик то мы сделаем или блин хочу сплавить все таки до того порта короче говоря да вот этой бухты да вот сюда бухта лос-катуана сплаваем сюда я хочу посмотреть чё по кораблям вообще то есть смогу я его сразу скрафтить или не смогу или мне там опыт надо сначала прокачать а потом только я смогу сделать или чё я не понимаю короче я два задания взял получается да нападение империи торговые маршруты что-то торговый маршрут непонятно я очень два задания каких-то взял получать сейчас посмотрим не отсюда что ли туда надо будет животных доставить я правильно понимаю вот сейчас посмотрим кто это пират но это какие-то по-моему могут меня потопить или не будто не отопить тут пират да они сейчас будут не отопить козлы а это задание а мне отсюда на от задания туда до доставить ну иди нахрен отсюда и смотри на меня так мы подплыли там два пирата так взаимодействовать так взаимодействовать принять так золото 1000 доставка животных плюс одни свитки какие-то хорошо в порт доставить животные в порт борт родель регион куда доставить куда доставить порт рот родель чё в рот вас родель в порт родель а это где то есть не туда до путь серьезно то есть мне 3800 плыть вы серьезно за тысячу голды то есть вы мне предлагаете за тысячу голды проплыть я не плыву потому что ветер не по мою это ветер не мою ребят сторону охренеть подождите 50 57 единиц в порт-борт родель регион за 21 минуту вот сюда то есть мне предлагает вот сюда орудийная башня выгод состоянии 700 тысяч золота в сутки ни хрена себе 700 тысяч золота в сутки здесь можно это плата плата за швард налог биржи строить корабли 6 ранга ниже строить корабли 5 ранга и ниже то есть не туда просто плыть больно хреновое задание а почему у меня не было блин этого то есть мне просто отпустили охренеть еще ветер не в мою сторону ветер прямо против меня но великолепно и за 20 минут я как-то должен достать а можно ветер это специально это закон подлости ребят это закон подлости ребят это я так никогда не доплывал ну зато мы пооткрываем что-то здесь да наверно и так игрок фракция конфедерации с черными метками повышенная награда за потопление игрок без флагов с черными метками повышенная награда за потопление то есть игроки здесь какие-то плавают которых черные метки и можно топить за повышенную за повышенную голду да блин жопу вот с этим ветром конечно ребят жопа я не знаю как плавать будем ну это да это мореходство типа но нам все время нам в лицо дует ветер короче это печально вот в общем в чем загвоздка потому что нам плыть далеко мы всего лишь плывем за тысячу голды за тысячу голды это очень как по мне мелкое задание плюс за 20 минут это прям как-то ребят это фуфло какой-то это фуфло какой-то тысячи голды всего лишь тысячи голды ребят ни о чем репутация плюс один а у кого кстати репутация плюс 1 отказаться кстати можно было ладно я уже взял так взял ванна поплыли до плыву доплыву ребят ни доплыву я вас мучить не буду до плыву доплыву доплыву да плыву так не доплыву ребят практически поплавим я смотрите а тут поплавлит Kennedy корабли тут уже крутится Это боты, конечно, да? То есть не живые игроки. 6 тысяч хп, 4 тысяч хп. Там вон какие-то шлюпки плавают. Ведена там просто. Обломки ткани, кстати, нашёл. Знаете, что я понял? Что вот так вот плавать по заданиям вот этим вот за тысячу голды это вообще ни о чём, ребят. Посмотрите, какие дядьки стоят на таких кораблях. Блин, офигеть. Просто офигеть. Там 4 тысячи кораблей. Ну, по 4 тысячи хп, я имею в виду. Везде такие дядьки здоровые. Форт четвёртого уровня. Так, за нами пират уселся. На какой-то мелочи на связи. Здесь вообще такие дядьки стоят просто офигеть. Да, 6 тысяч хп у него просто. 6 тысяч, ребят, хп. А, мне всё равно дальше надо путь. Трындец. Я доплыву сегодня. Какие здоровые. Да, да, это я прыгнул к такому уже городу, который здесь прямо... Мне здесь пока делать, ребят, нечего. Тут вот, смотри, какие линкоры, блин, плавают. Ой, игрок, кстати, живой. Ну, в живой смысле. Это игрок. 3700. Крутые корабли. Блин, я тоже себе такой халю. Видали, как они там? Херачут. А там тоже игроки. А на сегодня до плыва нет. Хороший, игроки все здесь. То есть там на мелче они не плавают. Чё, охренел? Это пират по мне долбанул, прикиньте. Замончить его нахрен. Они его одним выстрелом, кстати, могут долбануть. Они, кстати говоря, пиратом мочат. Вот этот пират. 37. А, это... А, это чувак, игрок живой. Он под пиратским флагом. Ни хрена себе. Я промазал. Доплыли, кстати, за 10 минут. Доплыл. Но чё-то я чувствую, что это как-то особо не стоит. Тысячу голды. Всё, мы сейчас в порт уйдём. Стрелять я не буду тратить орудия. Вот здесь этот. То есть я тратить не буду. Всё, вошли в порт. Мы наплыли. Полторы тысячи золота нам дали. Возвращение залог. Вернули золото. Нас 14 тысяч с тобой. Испытание на время. Вы чего? Ранг пятый. Чего вы там? Чего там было? Чтобы повысить уровень добычи, можно отправиться в более опасные воды. Или сменить мирный флаг на другие. Но стоит оценивать уровень риска нападения других игроков. Ну, типа я понял. Так. Арена. Сбор игроков. Очередь 4. Понятно. Так, а чё там? Чё-то мне там это было. Я могу мирный флаг. Да, вот мирный флаг. ПВП защита в безопасных водах. Угу. Защита не работает в опасных водах и в бескрайнем море. Часть пиратских объединений. НПС не признают мирные торговые флаги, поэтому может напасть ради нажива. Работающий в пределах портах или на кораблях 7 ранга. Ага. Нападает много пиратов. Военные флаги. Атакуют вражеские крепости. Торговый флаг. ПВП защита около портов и ЛО каких-то. Личных островов, да. Ага. Меньше потери при потоплении. На 20% меньше опыта и добычи за бой. Нападают некоторые пираты. А, то есть я под мирным флагом хожу. Под мирным флагом нападает много пиратов. А если я под торговым флагом начну ходить, то защита... ПВП защита около портов и тоже есть личных островов. Меньше потери при потоплении, но на 20% меньше опыта и добычи за бой. Блин, может... И при этом нападают некоторые только пираты. То есть не все, а некоторые. 40% трюмов выпадает при потоплении. А вот так 25%. То есть вот так 25% трюмов выпадает. Так 40%. Может под торговым лучше флагом-то ходить? При выполнении заданий на перевозке... На перевозке и катрабанду повышает награду на 20%. Слухи быстро расходятся, поэтому... Любой, кто потопит вас в ПВП, получит черную метку. А-а-а. А черная метка, это хорошо или плохо? Блин, ну то, что здесь... Ну, здесь меньше добычи. Ну, пока у меня нет проблем с тем, что меня потопляет. Давайте пока флаг оставим, как бы. Один из шести кораблей, ребят. Можно всего шесть кораблей, как я понимаю, мне зафрактовать. Так. Что бы я хотел? Что бы я хотел? Я сюда приплыл, посмотреть... Верфь, ребят. Я хотел вверх. Где тут у них вверх-то, е-мое? Верфь. Что я здесь могу сделать? Я вот этот корабль могу сделать? Прогресс опыта. Играя на кораблях этого класса, вы получаете опыт, который будет направлен на исследование. Так, на исследование. Когда исследование завершится, вы сможете построить корабль, а опыт будет направляться уже на следующий корабль. Я понял. Короче, не получится, допустим, взять и сразу вот, допустим, вот такой корабль поставить. Виктория, да? Вот его сразу не получится, да? Вот скрафтить. Вот такой легендарный, такой охрененный корабль Виктория. Его не получится сразу сделать. Чтобы его сделать, тут, во-первых, дохрена боевая марка нужна, да? Здесь дохрена чего надо. Да, здесь дохрена чего надо крафтить, перекрафчивать. Вот. То есть надо качать полностью ветку, ребят. Ветку. Я думаю качать, на самом деле, боевые корабли. У них трюм, допустим, 12 тысяч, да, вот у этого трюма 12 тысяч, прочность 1800, а у этого 9 тысяч, но у него вот скорость 21, а у этого скорость 17. Да, у боевых кораблей скорость поменьше, но при этом и прочность поменьше, да, у них скорость поменьше, точнее прочность меньше и трюма меньше, 12 тысяч. А я все-таки, наверное, как торгаш пока буду, тот скажет, так возьми торговый корабль, ну, здесь пушки 2.14, 2.14.0, 2.14.0, да, здесь длинная высота борта, водоизмещение, он все-таки боевой, да, я, наверное, все-таки под боевые корабли буду, под фрегат, наверное, качаться, хотя можно купить, в принципе, прокачать потом отдельно. Этот корабль просто, и все. Ну, я, наверное, да, давайте скрафтим боевойся корабль. Ага, скрафтим. Че ты скрафтишь, дурачок? У тебя, у тебя здесь ресурсов нету, че ты крафтить будешь? Здесь же другой порт. Чтобы скрафтить, тебе нужно плыть в тот порт, где есть это, и тогда только там это. О-о-о-о, да. Геморройно немножко, ребят, общего-то порта нету, у нас ресурсы-то все вот здесь вот, вот здесь вот лежат, в бухте Сан-Марта. В бухте Сан-Марта у нас все ресурсы, то есть мне надо плыть туда-назад, ребят. Кстати говоря, смотрите, все это, воды опасные, видите, сколько опасных вод, опасных вод. Остров опасных вод, воды все опасные. Южный бастион, кстати. Мелкободье, ранги 5-7, а здесь какие ранги? А здесь вообще непонятно, какие ранги. А здесь, по-моему, за этот форт вообще бьются, да? Да, здесь еще Сан-Тета можно открывать, Сан-Та-Мари, конечно, сюда еще плавать можно. Тут вот что-то пацаны там плавают в опасных водах. Карта-то такая, знаете, то есть, ну, не быстро это все изучить. И знаете, что я думаю? Блин, здесь, конечно, так опасно. Я бы думал, может, вот здесь вот нам железную руду купить. Вот сюда сплавать, там купить железную руду, ребят. Так, торговый дом, кстати, торговый дом, что здесь продается? Здесь что-то... Рынок, здесь рынок свой, да, уже получается. Купить, купить, продать, продать, продать. А продать я могу что-то? Да, здесь этот порт. То есть, здесь вот свои ресурсы. То есть, можно купить ресурсы какие-то. Железную руду, там, купить, перекрафтить. Так, это хорошо. А продать я могу? Подождите, у меня же трюм-то в трюме есть вот эта вот ценность. А что это? Черепуду. Необычный наход, который можно обменять у купцов на редкие предметы, оснащения и апгрейды. Настоящий это череп или нет, можно только догадываться. Ценность 2000 за штуку? А за что мне ее дали? Ну-ка, давай, переложим сюда. Пускай здесь лежит. Пускай здесь лежит, да. Я же не забуду, надеюсь, что у меня здесь что-то лежит, правильно? А товары как мне продать? Торговый дом? Как мне вот продать, допустим? Я вот хочу продать. Кстати, я могу продать 4 штуки. А, скупщики. Подождите. А, подождите, что я туплю? Чтобы что-то продать, надо сначала положить на склад. Да, сначала положить надо на склад товар. Этот. А потом уже, да, потом уже пойти в торговый дом и в торговом доме. Да? Или нет? Непонятно. Можно продать. У купцов на редкие предметы оснащения и апгрейды. Не знаю, может мне продать? У меня 4 штуки, я могу на 8 тысяч продать. 8 тысяч золота. А нужно мне? Не знаю. Смола, кстати говоря, дорогая. Тоже неплохо. А, продать. Вот кожа, кстати, у меня есть. Да, кожу я могу продать. И пиво я могу продать. Рынок по 9. А как мне понять, это лучшая цена? Или нет? Допустим, пиво где-то еще можно продать. Ну ладно, 500 продадим. Да, и кожу тоже продадим. 14 900. 14 900. Ценность. Череповуду. Надо оставить, посмотреть, что с ним можно сделать. Давайте поплыли. Выйдем, ребят. Ёшкин кот. Вот это кто? Сама невинность. Нихрена себе невинность. Вот это кораблик, ребят. Да? Вот это кораблик. Вот это здесь кораблики. Вот это. Каждый новый ранг повысится очки навыков, которые можно использовать для развития. Нажмите на кнопку «Контактан», чтобы открыть меню. Да-да-да, это я знаю. У меня есть, ребят, кстати, 7 очков развития. Я их могу куда-то потратить. Некоторые навыки, допустим, требуют только очков развития. А другие... А другие нужны деньги, допустим. Содержимое трюма. Кстати, при наведении на цели видно содержимое трюма. Захватить в состав эскадры на трёх кораблей, победив в бардаже, да? Больше не надо рвать глотку. Пожар будет тушиться командой в фоновом режиме без вашего участия. О, да, давайте. Вот это автотушение, это хорошо, наверное. Урон любых ядер по экипажу, кроме картечи, на треть выше. Любой урон... Урон любых ядер по экипажу, кроме картечи, на треть выше. А, это, наверное, тоже хорошо. Наведение прицела орудия происходит в полтора раза быстрее. Так, подождите, а ремесло бы я бы хотел прокачать какое-нибудь. До пяти лотов, так. Вместимость складов всех рудников мунифраструктур увеличивается на 25. Так, подождите, это я прокачаю, получается, что? Я прокачаю вот эту свою, нет, складов, вот эту вот. Склад 820, да? Охренеть, тут мясорубка прямо около этого происходит. Блин, я тоже таких кораблей хочу. Смотрите, какие классные корабли. Большие, здоровые корабли. Они что-то тут воюют. Как бы мне три людей не дали. А, это пират, он под пиратским флагом бегает. Кстати, да, он под пиратским флагом. А этот чувак... А он тоже под пиратским флагом. Он, короче, у всех херачит, да, видимо, я так понимаю. Да, этот игрок под пиратским флагом, а другой игрок тоже под пиратским флагом. Так, зря я, наверное, сюда приплыл. Ребят, не знаю, здесь какой-то город, город мне не нравится. Опасно, опасно. Через маяк войти. Так, ремесло. Золото 2000. Разобрать захваченный корабль принесет на 33% больше дерева и ткани, плюс даст несколько балок. 2500. Производство балок и переборок в портах дешевле на 7. Литье оружия при наличии в мастерской будет дешевле на 10%. Да, тут все классно. Снаряжение. Это я уже читал, освоение мира. Я, наверное, за кадром, ребят, это подумаю, что можно здесь сделать. Что у них здесь за файтинг такой жесткий? Прям жестко как-то. Блин, охренеть. Так, что я хочу, ребят? Попробовать, знаете, что я хочу куда-нибудь? Лесопилка. Я хочу вот сюда доплыть. Железный рудник. Забрать себе железный рудник, ребят. Вот, забрать, попробовать железный рудник. Не знаю, что получится, не получится. Вообще, серию бы надо закончить. Я бы, наверное, уже серию закончить, ребят. Игрушка интересная, на самом деле. Она простенькая. Ммм, вот. Свежее мясо у нас, там портится товар. Свежее мясо. Покормим экипаж тогда. Так, все, жопа, мы приплыли. Ветер не в нашу сторону. Блин, я не доплыву сейчас, да? Это жопа. Так, ребята, купил я железный рудник. Доплыл я. Ветер опять мне дует в лицо. Не хочет мне спину дуть. Сделали железный рудник. Здесь в час добывается 15 железной руды. В сутки 360. На складе 615. Вот, можно... Можно улучшить, ребят. Со временем производства ресурсов будет больше. Золото полторы тысячи стоит, чтобы 22 в час и 1000 на складе было. Ну вот, давайте улучшим, я думаю, до второго уровня. Сразу. Здесь можно увеличить, в принципе, чтобы 52 железа было в час. Склад 2900. Склад 2900. Полторы тысячи. Можно, кстати, дохрена железо здесь производить, ребят. Ну, я думаю... Ну, полторы тысячи. Давайте. Для улучшения чего-то не хватает. А чего не хватает? Стоимость апгрейда. А, стоимость апгрейда полторы тысячи. Переработка их 6. Переработку нужна. И пластины две. А, из-за этого, да. Из-за этого он не может. Я думал, только полторы тысячи. В общем, производство теперь у нас происходит. Железные руды. 22 в час. 1000 на складе. То есть, здесь будет подкапливаться руда. То есть, теперь у меня здесь есть предприятие. Лесопилка. И здесь есть лесопилка. Вот, как я понял, знаете, что я понял? Вот эти вот лесопилки, вот эти вот всякие предприятия, да. Это не основные вещи. То есть, в основном-то ресурсы, я как понимаю, можно просто накрафтить плавая. Плавая вот по водам. Вот всякие острова тут осматривая, да. То есть, плавая вот, допустим, осматривая острова. Воевать с пиратами. То есть, мне кажется, здесь больше... Тут больше наберешь ресурсов разных, чем просто вот ждать, пока у тебя накрафтится. То есть, крафт это такое. То есть, вот она крафтится, да. И, ну, потихонечку копится, копится, как бы просто вот, чтобы спалить. Опять же, потому что плыть, допустим, вот у меня здесь лесопилка, да. Здесь снизу лесозаготовка. Железная руда, там лес, да, сверху лес. Вот, хотя это тоже все можно угольную шахту, я тоже могу купить. Но у меня лимит. То есть, я сейчас только могу два предприятия купить. Я немножко не понимаю, что мне здесь надо еще прокачать, ребят. Что бы мне строительная грамота. Дает возможность строить шесть разных рудников и мануфактур. Стоимость 60 тысяч. А, построено здание, вот, нашел. Строительная грамота мне нужна. То есть, нужно 60 тысяч голды, ребят. То есть, я два предприятия только сейчас могу иметь. Они у меня есть, это лесное предприятие, да, и железная руда. Ну, чтобы делать шесть предприятий, мне нужно 60 тысяч голды. И изучить предыдущий навык, да. Еще вот этот навык надо. А, вот этот, подожди, не шесть. Вот этот, значит, 20 тысяч голды. Возможность строить до четырех разных рудников и мануфактур вместо двух. То есть, еще два дополнительных я смогу. Но надо 20 тысяч. 20 тысяч, ребят, надо голды. А мне только 13 тысяч, можно сказать. Вот, и тогда я еще два могу построить. А какое-нибудь там производство смолы можно было бы взять, да. И какую-нибудь там ферму. То есть, вот здесь бы я взял. Но, опять же, между ними всеми надо будет плавать. Крафтить и так далее. И, опять же, как я уже говорил, проще, по-моему, плавать. Просто фармить. Это все. Ну, дополнительно. Пускай будет, как бы, дополнительно ресурсы халявные, можно сказать. Я что, за 500 голды купил? Пускай капает потихонечку. Если что, всегда можно сюда прикрыть. Забрать ресурсы. Да. И, ребята, отвезти. Вот. Покормить экипаж надо, да. Перец. Ценность, да, ценность. Где-то перец нашел. А я что тут, это... Порыбачил что-то где-то. Вот. Ну, и с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. У нас с тобой береговое братство, да. Построить новый корабль. Мы, в общем, что, в следующей серии, короче, возвращаемся в Санта-Марту, ребят. В Санту-Марту мы возвращаемся в следующей серии. И там строим новый боевой корабль. Вот. И... Всё. Как бы строим боевой корабль. Мы выполняем это задание по береговому братству. И... Такие вот дела. Пусть с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока.